ГТРКК начинает субботнее вещание в студии Алена Савельева. Здравствуйте! Начнем выпуск с новостей в социальной сфере. В Рязани на этой неделе обсудили реформирование российских домов ребенка. В Медицинском университете прошла Всероссийская конференция. Она собрала руководителей детских домов, а также педагогов, психологов и врачей со всей страны. Главная цель встречи – создать в учреждениях для детей, оставшихся без попечения родителей, условия, похожие на семейные. Что это значит? В первую очередь речь о комплектации групп. Они маленькие, сестры и братья живут вместе, а воспитатель не меняется. Сами помещения групп называются квартирами, и интерьер их создается с этим учетом. Кроме того, распорядок дня детей приближен к тому, который мог бы сложиться в семье. Такие условия, по словам педагогов, помогают детям более гармонично развиваться. Самое главное – в семейных группах малыши болеют в разы меньше. Что именно должно измениться в детских домах и интернатах, и какие главные проблемы предстоит решать властям и обществу в ближайшие годы, нам рассказала член Общественной палаты России, президент фонда волонтеров «Помощь детям-сиротам» Елена Ольшанская. Елена Леонидовна, в начале сентября чиновники заявили, что в России рекордное снижение количества детей-сирот. Так ли это на самом деле? Рекордное снижение количества детей-сирот в банке данных о детях, оставшихся без помещения родителей. То есть те детей, которые нуждаются в семейном устройстве, потому что их родители ограничены в правах, лишены прав, либо подписали отказ от согласия на усыновление, отказ от ребенка. То есть нужно понимать, что это не все дети, которые находятся в детских домах. И действительно, за последние 10 лет, это не то, что вдруг что-то такое случилось в этом году, а где-то с 2006 года у нас очень активно начало расти количество внутрироссийского семейного устройства в разных формах. И постепенно вот такой накопительный эффект, потому что последние несколько лет, наоборот, количество детей-сирот в семью, ну, там такое ровное, даже немножко снижается. Но мы за эти 10 лет сумели как бы сделать такой качественный скачок. И буквально в два раза уменьшилось количество детей в системе. Но нужно понимать, что помимо тех детей, которые вот читаются у нас по статусу нуждающимся в семейном устройстве, есть еще дети, которые находятся в организациях для детей-сирот по заявлению родителей. И не всегда это история, когда действительно люди в трудной ситуации написали заявление и временно разместили ребенка. Иногда, на самом деле, было отобрание родителей, потом убедили написать вот задним числом, что они как бы сами. Иногда эта ситуация, когда родители никак не участвуют в воспитании детей, даже не видят и не знают своих детей, но просто каждые полгода продлевают это заявление, не участвуя в жизни ребенка, по сути, фактически родителями не являются. Это такая проблема, которая сейчас обнажилась, когда количество детей вот таких со статусом, это называется, уменьшилось. Мы увидели, как много в учреждениях, особенно в домах ребенка, как раз-таки детей, размещенных по заявлению родителей. Это та проблема, которая требует нас сегодня решения. Потому что, если мы будем говорить, что нам важны только те цифры, которые связаны с семейным устройством, то наши учреждения останутся полны детей, которые также живут одни, также очень часто не возвращаются домой, не устраиваются в новую семью, но не имеют соответствующего статуса. Что касается сегодняшней конференции, вот реально ли в детских домах создавать семейные условия? Мы говорим с вами не о детских домах, а о домах ребенка. И тут нужно понимать, что у нас так исторически сложилась в стране очень сложная система организации детей-сирот. Там их 11 разных видов. То есть у нас есть дома ребенка, где находятся дети от нуля до четырех лет, и они в сфере медицины находятся, эти учреждения. Дальше ребенок по цепочке приходит в детский дом, где он может быть дошкольный, может быть школьный. При этом есть детские дома, где дети как бы обычные, и если у ребенка какие-то разного типа отклонения в развитии, то есть еще 8 типов разных коррекционных учреждений. А еще есть девятые отдельные, это детские дома-интернаты, системы социальной защиты, куда попадают дети, к сожалению, с довольно тяжелыми нарушениями, прежде всего, в психической и интеллектуальной сфере. И вот эта вся ужасная цепочка, которая выстроилась как бы много-много лет тому назад, сегодня находится в ситуации реформирования. Потому что сегодня там должны быть действительно созданы вот те самые условия, о которых вы говорите, приближенные к семейным, и в детских домах. Это очень возможно, и более того, они самые как бы такие прогрессивные у нас, и очень многие из них эти условия создали. А вот все остальные типы учреждений, многочисленные дома ребенка, и ДДИ, и школы-интернаты, им намного сложнее. И в этом смысле, наверное, даже домам ребенка часто легче, чем, например, учреждения в сфере соцзащиты, потому что, опять же, это больше штата, это немножко другая система финансирования, потому что другая подведомственность. Но сегодня вот эта множественная система показывает нам то, что, к сожалению, даже если у нас есть требования постановления не только создать там условия такие нормальные внутри детей, но самое главное, она нам говорит о чем? Что эти должны там находиться очень недолго, как можно быстрее возвращаться в семью, свою родную, либо устраиваться в новую, есть первое, невозможно. И, это очень важно, они должны быть максимально стабильны, пока вот так уж вышло, что государство о них заботится, они не должны перемещаться из учреждения в учреждение, из группы в группу. Но, к сожалению, пока у нас вот эта система разных типов учреждений, они автоматически вынуждены переезжать. Вот ребенку исполнилось 4 года, его из дома ребенка обязаны там дальше куда-то по цепочке отправить. И сегодня мы уже понимаем, что мы доросли до той ситуации, когда это нужно менять на уровне страны и делать единое место, куда попадает ребенок в беде, где неважно, какого он возраста, чтобы мы не разделяли братьев и сестер, потому что сегодня они у нас из-за того, что у них разный возраст, разное состояние здоровья раскиданы по региону, по разным учреждениям, не видят друг друга, скучают друг по другу, потому что иногда это единственные близкие люди, которые у них остались. И мы, конечно, уже дошли до той точки, когда мы видим, что перемены возможны, у многих учреждений это реально получается, это может работать. У нас даже есть регионы, которые уже пошли по этому пути, разделили эту единую систему и начали не делить братьев и сестер, держать их вместе. Теперь шаг за тем, чтобы это было на уровне Российской Федерации, на уровне каждого региона, чтобы мы перестали действительно детей по этому этапу разделять и переводить из одной точки в другую. То есть мы, получается, говорим о поправках в закон? Мы здесь сегодня обсуждаем, конечно, работу конкретно системы домов ребенка, но мы конкретно будем об этом говорить, и мы эти поправки предлагаем в федеральное законодательство, чтобы уже, наконец-таки, мы выстроили единую систему, действующих в интересах ребенка, и я надеюсь, что мы будем услышаны. В эфире «Местное время» суббота, и мы продолжаем выпуск. Минстрой нашел способ, как избавить жильцов от перебоев с водой и теплом. К поставщикам ресурсов, которые не справляются с ситуацией и допускают отключение в отопительный сезон, будет применяться перехват управления. Механизм схож с тем, что применяют к банкам при отзыве лицензии, назначая временную администрацию. Авторы идеи предлагают экстренно передавать управление ресурсоснабжающей организации в руки кризисных руководителей, в том случае, если компания не справляется с обязательствами по тепло- и водоснабжению. Перехват управления неизбежен, если поставщик уклоняется от устранения причин аварии и ликвидации последствий. Это особенно актуально сейчас, когда отопительный сезон только начинается. Внимание не только к качеству поставок тепла. Микроклимат в квартирах во многом зависит от того, какие материалы использовались при строительстве. Выбор огромен. Рязанские застройщики сегодня активно перенимают опыт зарубежных коллег. О таком взаимодействии расскажем далее. Высотные здания – визитные карточки многих городов мира. И Россия в этом плане не является исключением. В последние два десятилетия многоэтажное строительство динамично развивается в нашей стране. Переняв опыт зарубежных компаний, российские строительные компании научились самостоятельно разрабатывать высокопрочный бетон и применять его при возведении высоток. Современные сверхпрочные композиты способны не только выдержать большую нагрузку, но и позволяют сократить толщину всех несущих конструкций, что уменьшает общий вес многоэтажного здания. Высокопрочный бетон при возведении многоэтажных домов используют и в Рязани. В частности, это делает строительный холдинг «Волком Групп». В 2016 году компания открыла собственный бетоносмесительный завод. Оборудование было разработано по специальному проекту, совместно с экспертами известной швейцарской компании «Аман». Организация, основанная в 1869 году, является мировым лидером по производству и продаже дорожно-строительной техники. Установка высотой в 34 метра представляет собой 8 вертикальных бункеров объемом 500 кубических метров. «Аман Экомикс-120» имеет малый вес, работает при любых погодных условиях, даже при сильных морозах, и, что немаловажно, обладает низким уровнем выбросов. Интересно, что управлять этим оборудованием можно дистанционно, при помощи мобильного приложения. Еще на данной установке у нас присутствует такая система, как «БИПКО». Это безотходное производство бетона, с помощью чего мы материал можем повторно использовать в бетон. На заводе есть собственная научно-исследовательская лаборатория, которая осуществляет испытания бетона, цемента, асфальтобетонных дорожных смесей, битума, а также грунтов и инертных материалов. Она оснащена качественным оборудованием от немецкой компании «Инфратест». Помимо прочностных характеристик, здесь приверяют материал на морозостойкость и водонепроницаемость. Морозостойкость бетона – это когда бетон выдерживает определенное количество циклов замораживания, оттаивания. Соответственно, тоже это влияет на долговечность конструкции. Водонепроницаемость – это показатель проникновения воды в бетон. Так как вода является агрессивной средой, она тоже влияет на долговечность бетона. К нам привозят с соседних городов, с соседних регионов на испытания образцы, так как в их лабораториях нет такого оборудования. Также научно-исследовательские институты обращались к нам за помощью. К примеру, с помощью вот этой установки всего за пару минут можно определить прочность материала, который поставляется на стройку. Бетон в промежуточном возрасте показал достаточную прочность. Данный состав сейчас идет в работу у нас на технопарк Рязань. Стоит отметить, что в том же году холдинг открыл и собственный асфальтобетонный завод. Предприятие имеет низкий уровень выбросов в атмосферу, что очень важно для сохранения хорошей экологической обстановки в нашем городе. Оценить преимущества производимой продукции можно будет на площадке логистического центра X5 Retail Group. Из асфальтобетона рабочие строят подъездную дорогу. Сейчас при помощи специальной машины-ресайклера здесь производится стабилизация дорожного грунта. Дорога построится по новым технологиям. Данные технологии изобретены за рубежом. При устройстве земляного полотна добавляется негашенная известь в размере 6%, что придает земляному полотну максимальную прочность. После чего используются отходы силикатного завода, отходы металлургического завода. При их смешивании добавляется цемент, как связующее звено. Далее вносится скол фрезерования, то есть асфальтная крошка. И также стабилизируется с внесением вспененного битума в дорожную одежду. И получается максимальная прочная дорожная одежда. Для строительства высококлассного жилья важно использовать не только качественный материал, но и современное техническое оборудование. Вот уже на протяжении 10 лет холдинг сотрудничает со многими зарубежными компаниями. Например, на днях представители австрийской компании ДОКа посетили логистический центр, чтобы презентовать новую стеновую опалуку под названием «Реформа». Она была разработана специально для нашей страны по программе импортозамещения. Мы находимся сейчас на правильной стройке, поскольку мы имеем мировой опыт. И сейчас для того, чтобы быть ближе к российским строительным компаниям, мы запустили в России специальную линию стеновой опалуки «Имя ее реформа». Здесь она представлена, вы можете увидеть ее на этом объекте. Для того, чтобы быть ближе и, соответственно, удовлетворять спрос клиентов даже в ценовом диапазоне. Австрийская фирма ДОКа считается одним из мировых лидеров в сфере производства строительного оборудования. Продукция пользуется неизменным спросом как в России, так и за рубежом. Опалубку позволяет осуществлять монтажные работы в минимальные сроки. С ее помощью можно возводить не только высокие стены, надежный фундамент, но и колонны. Большинство рязанских компаний используют бетон и асфальтобетон, произведенный строительным холдингом «Волком Групп». К примеру, вот этот мост через реку Раново, что находится в Краблинском районе, удалось практически полностью реставрировать всего за пару месяцев. Сейчас идет заключительный этап строительства. Стоит отметить, что при возведении мостового сооружения используется специальный гидротехнический бетон. Его основное отличие заключается в повышенной водонепроницаемости. Мы уже сотрудничаем на протяжении последних пяти лет с этой компанией. И всегда у нас получается хороший результат. Я не скрою, что мы проверяли, конечно же, приезжали с выездом к ним на производство, осматривали, каким образом у них происходит входной контроль на заводе, на бетоносмесительном узле, который выпускает бетон. Смотрели оборудование лабораторий, потому что это одно из самых немаловажных вещей. И смотрели, естественно, качество оборудования, на котором производятся все эти материалы, которые мы в дальнейшем превращаем уже в готовую продукцию. Волком Групп старается идти в ногу с зарубежными лидерами и постоянно перенимает их опыт. Накануне холдинг пригласил к себе в гости австрийскую компанию «Избеем», известного производителя высокомобильных бетоносмесительных установок, дрябельно-сортировочных и промывочных комплексов. На сегодняшний день в копилке организации более 5000 реализованных проектов по всему миру, что подтверждает высокий спрос на их продукцию. Мы приехали, чтобы рассказать, какие новые технологии есть в сфере бетонного производства. То, что в России еще не видели. Наши бетонные установки используют во всем мире. Например, в США, в Европе, в России. В последние 20-30 лет вырос спрос на производство высокопрочного бетона для строительства зданий. Поэтому рад, что мы вам можем предложить современные решения в сфере бетонного производства. Мы с компанией «Велком» знакомы уже более 7 лет. Реализовали ряд крупных проектов, которые по сей день применяются и выпускают современную продукцию, готовую асфальтобетонной смеси, также бетонно-смесительных установок. Мы надеемся, что новый проект, который мы хотим реализовать для компании «Велком», расширит большие возможности, в первую очередь для нас, потому что это интересные проекты по производству новых, современных, не использующих в Российской Федерации бетонной смеси. В планах компании расширить производственную линейку и добавить новую установку по созданию легких бетонов, в чем «Велком Групп» и поможет австрийская организация. Одним из видов так называемых легких бетонов является керамзитобетон, который мы будем использовать при строительстве наших домов «Велком Дом» на Линком и «Велком Дом» на Московском, а именно будем делать из него стяжки. Это представляет собой вот такая конструкция. Заполнитель идет из керамзитобетона, ну и он, в принципе, сделан на растворе. Данные стяжки позволяют увеличить шумоизоляционные характеристики, также теплоизоляционные характеристики повысить. То есть они теплее и они, скажем так, менее звучные. То есть меньше создается каких-либо шумовых эффектов от квартир сверху. Завершить строительство домов планируется к 2019 и 2020 годов. А это значит, что уже совсем скоро рязанцы смогут оценить все преимущества легкого бетона. Продолжаем выпуск. Рязанская станция скорой медицинской помощи впервые за долгое время не испытывает кадровый дефицит. Сразу 19 дипломированных фельдшеров, а это половина выпускников медицинского колледжа, уже работают вне отложки. Кстати, именно клинический статус, который был присвоен учреждению в апреле этого года, помог совершенствовать кадровую политику. Что изменится, расскажет Алина Мулюкина. Скорая, слушаю вас. Что у вас случилось? На что жалуетесь? Давление мерили? Только в сутки в этот колл-центр поступает 450 вызовов. А в период эпидемии ОРВИ эта цифра возрастает в два раза. Пельшер скорой помощи – одна из сложнейших медицинских специальностей. Значительно помогает кадровое пополнение, отмечает главный врач Сергей Леонченко. В начале сентября 19 дипломированных выпускников медколледжа пришли работать на станцию медпомощи. Пока что стажерами. Мне интересна эта профессия. Мне всегда сюда хотелось прийти. Поэтому, когда я закончила колледж, я сразу пришла сюда, даже не думала. Трудности возникают у всех, естественно. Но здесь прекрасный коллектив, они помогают. Мы проанализировали ситуацию за последние годы и выяснилось, что где-то в 2013-2014-2016 годах приходило по 8-10 именно молодых специалистов после окончания медколледжа к нам. Мы подумали над этим вопросом, поговорили с директором колледжа, с их специалистами, специалистами Минздрава. И пришли к выводу, что ребятам просто не хватает информации. Мы стали к ним приходить на их собрания, лекции, проводить мастер-классы и говорить, что мы их ждем. Они с удивлением говорили нам, правда, вы нас ждете. Говорят, да, ребят, приходите, конечно, вы нам очень нужны. Вы знаете, это вот, по крайней мере, действует. Оказание скорой медицинской помощи в круглосуточном режиме обеспечивает более 50 линейных бригад. И, как правило, ни одного дежурства не обходится без чрезвычайных ситуаций. Тот самый момент, когда расслабляться нельзя ни на секунду. Ведь от того, насколько быстро приедет бригада и насколько правильно специалист поставит диагноз, зависит жизнь пациента. Первый месяц молодые специалисты проходят стажировку. На вызовы они ездят со старшими фельдшерами, наблюдают, помогают, а главное, перенимают их богатый опыт. Каждый год на станцию приходят около 10 молодых специалистов. Но остается работать только каждый второй. Не всегда ожидания совпадают с реальностью, говорит главный фельдшер Жанна Воронова. Разные ситуации бывают. Кто-то испугается какой-то ответственности, кто-то испугается нагрузки, потому что нагрузка у нас большая. Иногда они даже прибежали на станцию, чай попили, быстренько их вызвали обратно. Дежурство сложное, особенно это будет в зимнее время, когда начнется эпидемия гриппа. Привлекать молодых сотрудников помогают не только новые оборудования и различные обучающие программы, но и будущие привилегии. В планах городской станции скорой помощи выдавать подъемные начинающим фельдшерам. Впрочем, как признаются сами молодые специалисты, главный стимул для них – желание помогать людям. Повышение заработной платы медработникам на этой неделе обсуждали депутаты Госдумы в рамках нулевого чтения проекта федерального бюджета на следующий год. Национальный проект здравоохранения предполагает государственные инвестиции в отрасль в размере 1 трлн 325 млрд рублей. Планируется, что деньги будут поступать в течение пяти лет. Немалая часть транша пойдет на развитие профильного образования. Врачи рязанских клиник активно учатся. Недавно нейрохирурги областной клинической больницы вернулись из Петербурга, где проходил Всероссийский съезд. О главных темах, о том опыте, который можно применить в Рязани, с первых уст узнала моя коллега Жанна Алпатова. Вы говорите о том, что у нас в съезде обсуждали и передовые методики лечения. Наш регион, конкретно ваша больница, может чем-то похвастаться, что мы такого применяем, передового? Было очень приятно, что в секции ортебрологии, которые относятся к заболеваниям спины, что в данном направлении Рязанская областная клиническая больница может выполнять полный спектр не только стандартных методик, но и весь спектр. В последнее время мы освоили малоинвазивных методик, и можем выполнять их для всех пациентов в пределах ОМС Рязанской области. Чаще всего все-таки рязанцы от каких заболеваний страдают в нейрохирургии? Ну, в пределах всей страны есть определенные статистические показатели, которые рассчитывают на 100 тысяч населения. И в пределах 100 тысяч нашего населения, то чаще всего то, с чем мы сталкиваемся, это, ну, в первую очередь, конечно, чертомозговая травма, потому что у нас проходит федеральный трасс, поэтому есть дорожная карта, по которой оказывается эта помощь. Также это нейроонкология и заболевания, дегенеративные заболевания позвоночника в ортебрологии. Может быть, несколько странный вопрос, а тем не менее, есть такие диагнозы, где рязанские врачи разводят руками, говорят, помочь невозможно? Или главное вовремя обратиться к врачу, когда у тебя, например, голова болит, да, и мы не обращаем внимания, сваливаем мы эту погоду? Да, я, наверное, вы правы. В настоящее время в Рязанской области мы можем оказывать практически весь спектр нейрохирургической помощи. Конечно, есть некоторые направления, которые прямо занимаются узкие-узкие специализации, вот, но практически весь спектр мы можем выполнять сами и стараемся выполнять. И самое главное, конечно, это с чем мы не можем уже бороться, когда с запущенными заболеваниями, которые своевременно, как бы, не были выявлены на ранних стадиях. Ну, в большинстве случаев, конечно, это удаленность районов. Мы говорим о том, что к врачу нужно обращаться вовремя. И тем не менее, я понимаю, что разные направления в нейрохирургии. Тем не менее, на что человек должен обратить внимание? В своем здоровье, да, в своем поведении. Такие признаки указывают на то, что, ну, есть какие-то проблемы со здоровьем, опять же, в области нейрохирургии. Ну, работая в практическом медицине, я могу сказать только одно нашему уважаемому телезрителю, в то, что самое главное – это обращать внимание на проблемы в своем здоровье. И не стесняться обращаться к специалистам за помощью. Мы продолжаем субботнее вещание ГТРКК. Внутренний туризм может быть не только увлекательным, но и очень вкусным. По мнению экспертов, драйвер развития отрасли – гастрономические фестивали. Таких на этой неделе в Рязанской области прошло сразу несколько. Наша съемочная группа оценила самые яркие моменты. Свой гастрономический бренд в Рыбновском районе продвигают уже второй год. Фермеры со всего региона собираются в селе Новые Батурины, чтобы похвастаться своим урожаем. Целью проведения этого фестиваля является популяризация нелегкого крестьянского труда, вовлечение в процесс выращивания капусты и овощей молодежи. Крестьяне и фермеры сажают разные сорта по степени созревания. Начиная с ранних сортов – это Рамка, Вестрии, также они посадили поздние сорта – Атрия, Коля. Первый ранний урожай фермеры уже представили на фестивале, говорят, растили со всей душой. В этом году, конечно, урожай у нас не очень, так как было лето засушливое. Но кто трудился, кто поливал, все равно урожай хороший. Так, и ранняя капуста хорошая. Белки, вот как вы, может, посмотрите, все равно крупные, мелких мало. В основном мы начинаем с убор, когда похолодает, до заморозка, начинаем убирать. 8600. С сортами не связано, хотя бывает и связано, но у нас бы, наверное, от того, что полив и органика, чистый навоз и все. Но у Елены капуста оказалась не самый большой конкурент. Виталий Винокур вырастил на своем участке настоящего гиганта – больше 9 килограммов. За что его овощи получил гордое звание Качан Барин, а сам фермер – денежный приз – 30 тысяч рублей. Сначала сажали ее в грунт, семена, потом выращивали ее и уже переходили на свой огород, где ее специально поливали водой, именно со скважины, потому что вода чистая, хорошая, без минералов, без всего. Потом, в течение всего лета, у нас было лето сухое, поливали ее водой. Поливали водой практически каждые 2-3 недели. Из-за этого получилась такая крупная, вкусная, сочная капуста. Теперь участникам осталось лишь приготовить свой рекордный урожай. Вариантов много, но лидерство на фестивале принадлежит квашенной капусте, хотя были и другие овощи. У меня здесь можно попробовать спаржу, сладкую капусту, кабачок, капусту с морковкой, морковку по-корейски. Скажи, хорошее, вкусно? Все хорошее, все достойно. Какая вкуснятина у вас капуста! Уже второй год приезжаю. И очень вкусно, и очень весело. Свои рецепты хозяйки пожелали сохранить в секрете, зато можно было увидеть старинные способы приготовления воочию. Для того, чтобы рубить капусту, нужно было корыто и сечка. Сечка была разных размеров. И корыто было большое и маленькое. А раньше, когда собирались вечерами, девицы рубили капусту. Где-то могли, корыто большое было, вокруг собирали до 10 человек и рубили капусту. А вот нынешние девицы рубки предпочли капустное дефиле. От мала до велика, от салатового до темно-зеленого. Библиотекаря Татьяну Ромашкину на создание образа вдохновило разнообразие сортов. Сверху, как можно видеть, это больше сорт брокколи, такой кучерявый, зелененький. А снизу у нас листики белокочанной капусты. Соревновались и в умении мастерить огородное пугало, ведь местную царицу полей должен кто-то охранять. По итогам народного голосования победил стиляга Эдуард. Ботинки – это раритет клуба, потому что им уже миллион лет. В них только какие герои не выступали на детских праздниках, новогодних и таких летних. Пиджак вообще в деревне у кого-то спросили. Говорю, нужен белый пиджак, потому что в клубе костюмерный мы посмотрели – нет. Но деревни нашли у жительницы одной. Шарф нам принесла библиотека, коллектив библиотеки, цветы, то же самое, все рвали, все по букетику, но принесли, мы собрали. Полосатые штаны и, пожалуйста, тоже пригодились. А в качестве подарка для гостей фестиваля выступила группа «Александров парк». Если гастрономический туризм в регионе только развивается, то любовь к природе и созерцательному отдыху, наверное, будут популярны всегда. В нашем следующем сюжете расскажем о месте, где обещают быть самая красивая осень в этом году. В этом парке более трех сотен коллекционных видов деревьев и растений. А еще здесь не стихает пение птиц. Да и белки давно привыкли к соседству людей. В народе известные сочинские дендралии прозвали младшим братом этого самого парка. Основателю них один – журналист и общественный деятель Сергей Николаевич Худяков. Его деятельность и заслуги, ровно как и вклад в отечественную мировую культуру, невозможно описать одной фразой. Сергей Худяков – поистине уникальная и многогранная творческая личность. Ветеран Крымской войны, автор либреток Байдерки и основатель Петербургской газеты. Именно он подметил литературный талант в молодом Антоне Чехове. Писатель бывал в этом гостевом доме каждое лето. Кстати, один из залов музея, который находится на территории дендропарка, посвящен именно Антону Павловичу. В 2006 году был издан приказ о создании музея-заповедника. В 2007 году его открыли. В нашем музее представлена экспозиция в семи залах. Каждый зал посвящен отдельной теме. И все же главной страстью Сергея Худякова был ландшафтный дизайн. В 70-х годах 18-го столетия на этом месте он собственными руками, конечно, не без помощи крестьян, выкорчевал дикий лес и высадил многолетние экзотические субтропические растения, купленные им за границей. Среди них были и редкие виды сиреней, акации, барбариса. Изначально в дендрарии насчитывалось около 500 сортов роз, почти 90-х войнах и две сотни пород лиственных растений. В Рязанской области уже достаточно немало саженцев, которые были разведены благодаря тому, что мы делимся с нашими коллегами, ну и просто с людьми, которые хотят, чтобы в Рязанской области была своя определенная фауна, которая соответствует дореволюционному времени, скажем так. В 1918 году все имение было реквизировано. Реликтовый парк заброшен, а усадьба разобрана на кирпичи. Лишь в 2003-м, когда парк-усадьбе присвоили статус памятника регионального значения, начались работы по восстановлению как парка, так и усадебного комплекса. Стоит отметить, что век запустения пережила лишь половина худюковской коллекции. Исходя из того, что в Центральном федеральном округе практически парков в территории нет, где деревья возрастом 200 более лет, то, скажем, 175-176 лет, если деревья у нас сохранились более 600 экземпляров, ну, наверное, парк достоин того, чтобы его как можно сохранить, как можно дольше и приумножить. Однако сейчас пруды полностью пересохли. Фасад здания музея вновь нуждается в косметическом ремонте, а территорию комплекса необходимо оградить. На это требуется больше 10 миллионов рублей. Но у Дендропарка таких денег попросту нет. И на этом у меня все. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Продолжение следует...